Добрый вечер, уважаемые инвесторы и трейдеры, с вами Роман Манимир. Записываю обзор по одной из монет, монетой ракетой ее называю. Я обещал ряд монет разложить, показать потенциалы. Думаю, особенно инвесторам, в первую очередь инвесторам без плечей эта информация будет полезной. Есть ряд недооцененных монет на крипторынке, которые зависят, понятно, от фазы цикла роста, но также момент флета и даже вот то, что происходит сейчас. Есть ряд монет, которые на своем старте роста, я не говорю там 100 иксов, но я говорю там 4, 5, 10 иксов. Я считаю, это достаточно серьезный результат. Одна из этих монет это MDX. Видите, вот я показал на CoinGecko, на CoinMarket, я еще будем смотреть, что это такое. Ну, во-первых, это на блокчейне HECO, это хобби, токен. Значит, децентрализованный обменник, DEFI, децентрализованные финансы, yield farming. Но сейчас доходность вообще практически мизерная стала, когда начинало было интереснее. Значит, видим сам сайт, что очень важно и интересно, практически 1 миллиард долларов заблокированного. Миллиард, да, ну, то есть огромное количество. Есть на примере там CRV, там 15 миллиардов. Ну, для такой монеты, с такой ликвидностью объема миллиард заблокированных, залоченных тех, кто фармит или стейкает. Достаточно огромное количество, что не дает, ну, скажем, дальше падать цене уже, ну, там уже просто падать некуда. Сейчас я покажу, мы будем график смотреть. Еще раз пройдемся по каким моментам. Значит, капитализация 276 миллионов, не миллиарды, как говорится. Значит, в обращении, что очень важно, смотрите, 829 миллионов из миллиарда, ой, 100 миллионов, да, 100 миллионов, 829 миллионов. Это очень хорошо, 83 процента уже в обращении. То есть нет такого, да, что там 10-15 процентов, потом заливают на рынок, сливают и плевать, на каком вы там рынке, вычем, не вычем, если выбрасывают, там, не знаю, дарят всякие подарки в монетах, там, если возможно, амбассадорам, там, либо за какие-то задания, либо за тот же стейкинг. Когда монета стейкается и фармится, ну, логично, что ее буду сливать, но когда в обращении уже огромное количество, 83 процента, скажем, сливать, до поры до времени уже некуда. Плюс я говорил, что доходность, сейчас я не, ну, я просто это знаю, ну, видите, смотрите, что такое, 0,7 годовых, 0,5, 2,7, 9 годовых, а было, я помню, 700 годовых, 1000 годовых, 300 годовых, и это было еще, поверьте, месяц-два назад. Поэтому, ну, такие нищенские, скромные проценты говорят там то, что уже особо не нафармишь, не настейкинг на этой монете, поэтому новых монет много не будет, сливать некому, ну, то есть огромное количество, да, так, воздушных монет на руках уже у людей нету. Кто хотел, тот уже слил. Поэтому это хороший признак того, что сливать особо нечего. Плюс залоченный миллиард, значит, монета там, не помню, 300 вроде уходит, да, если не ошибаюсь, там, ну, 270. Ну, не столь, это важно, значит, 33 цента она стоит. Я считаю, тут будет XX-ов, значит, можете там и Twitter поставить, Telegram-каналы, ну, то есть не суть. Достаточно объем торгов 12 миллионов, не столь много, но прилично. Смотрим, на каких рынках она котировала, ну, залистина уже давно, на Binance, на Hobby, на Max, на Gate. Ну, то есть крупные есть, ну, понятно, самое хобби, VRX, Hotbit, то есть здесь есть крупные биржи, а если монета, как говорится, не делисина, она как децентрализованная, скажем, такая биржа, обменник, давно уже на этих биржах, ну, памп обеспечен, вопрос, да, с каких целей. Теперь мы обратимся на график, ну, недельные, вы видите, доходили вплоть до 10 долларов, когда мы появились, и слили, ну, просто неприлично в 32 цента. Для инвесторов это счастье видеть такие цифры, потому что этот график уже иссяк из себя, максимально кого хотели уже отсюда выбросили, поэтому мы можем это посмотреть, например, на дневном графике. Есть, я показываю этот индикатор, Market Cypher, достаточно интересный, который, есть такие понятия, желтые точечки, это уровень абсолютно одна, но это не значит, что нельзя перед этим проманипулировать, максимально вытряхнуть всех неверующих, как говорится, церковь не ходи, но покупать придется. Так вот, это уже было 27 июня, потом это было 26 сентября, и вот было 1 декабря, это достаточно очень сильные сигналы на огромный разворот бычи, рост, и, значит, потом вот такие веселенькие 4 крестика коричневые, а это говорится о манипуляции, это описание индикатора, и хекки наши, и Market Cypher, у меня есть отдельное видео на канале Манимир, можете подписаться, посмотреть, недавно записывал, огромнейшие 4 манипуляции, просто прям, ну вот, пить дай, дневные профили в районе, вот, как раз, или 37, 32, ну, 0,32 цента, ближайшая цель, доллар, 15, это так, как вот просто плевок, да, или, сейчас посмотрим, откроем график, то есть это просто, ну, не знаю, там, как это, бросок кобры, да, то есть это будет моментально сделано в любой, ну, в любой день, поэтому здесь так называемые системы разворота уже на дневных графиках, там куча диверов всевозможных, вот, кого хотели, уже вытрасли, фарминг дает копье, монет особо нет, в обращении все выброшено, остается только пампить, значит, мы начинаем признаки разворота, по объемам я вижу тоже разворот, и я думаю, что это уже было абсолютное дно по монете, ну, даже если она бы, не знаю, там, 29, 30 центов, 25, ну, ролиш, понимаете, не играет, то есть открываем дневной график, начинаем, ну, смотреть, куда нам идти, найти нам на 10 долларов, что такое 10 долларов, то есть это повторение АТХ, это, слава богу, 30 иксов, это 3000 процентов, то есть все сидят там ищут, я не знаю, соланы, там все аваланчи, какие-то все космические где-то в космосе монеты, а есть монеты, которые достаточно, ну, скажем, ликвидные, объемные, с технологиями, я не уверен, что это там на всю жизнь эта монета останется, вообще эти биржки там, как неприлично говорить, их целая рота, значит, поэтому таких аналогов масса, сколько проживет эта монета, нет, но мы говорим про спекулятивный рост, вот даже наши 4 смотрим манипуляции, опять манипуляции, а после манипуляции начинается дикий-дикий рост, поэтому и он сначала это делается вот в виде, как видите, сейчас такие мелкие, сначала вот маленький простой, он может медленно тянуть до какого-то уровня, люди еще только, как говорится, начнут приходить чувства там, а, наверное, нет, вот на дневном профиле это вообще, то есть здесь профиля на уровне доллар-двадцать уже объемы, как на доллар, ну, как на тридцать пять, тридцать восемь центов, а это, говорит, вот такой плевок сюда в один двадцать, дальше понятно, и дальше это будет восходящий тренд, то есть все циклы меняются с нисходящего-восходящего, видите, вот, ну, для меня вот этот график, как загляденье, да, такие моменты надо только ловить вверх, потому что в ноль, скам, то есть возможно, все возможно, конечно, в крипте, но это маловероятно, все-таки монета находится на крупных биржах, объемы немаленькие, значит, поэтому вот эта монета, по ней я ожидаю, пусть даже не НТХ, давайте посмотрим, там, по каким-то определенным уровням, ну, например, осенедельный уровень 3.90, да, там 3.90, что такое 3.90, это минимум 10 иксов, даже больше 13, 13, там, 14 иксов, это 1300-1500 процентов, на каких монетах такие проценты можно сделать, ну, масса есть монет, но здесь мы просто на старте, на старте просто такой ракеты, значит, вот это самые идеальные точки входа, просто, ну, защищаясь, я думаю, пройдет, там, не знаю, неделя, месяц, два-три, мы вернемся, посмотрим, какие тут будут зеленые, зеленые свечи. Поэтому присмотритесь монеты, то есть на Binance, на Hobby, на Dex, значит, на Gate, то есть она входит в топ-300, она вроде и на Binance Smart Chain, ну, в основном на Hobby, Chain, HECO, значит, есть аудиты Сертика, достаточно важная, да, очень серьезная, крупная компания по аудитам, значит, график, ну, просто, ну, нереально крут выглядит, где мы сейчас находимся, да, какую зону, то есть все красное поменяется зеленым, то есть тут по многим индикаторам я показал, да, то есть здесь просто точки абсолютного дна, дичайшие манипуляции, то есть те, кто держит, даже, которые не золоченные, это явно крупный игрок, я не знаю, может быть, его гельц этого, с этой фигни, может, это не держит до последнего, пока люди уже разоверуются от этого всего дела, и потом понемногу, но Тузумун, он не обязательно вот такой стрелой, он делается там медленно, потом откат, медленно, откат, и потом в какой-то момент идет стрела, когда снимаются стенки, вот, и начинает просто пампить эту монету, а дальше, понятно, уже прибежит народ, я думаю, при доллар-двадцать уже подтянется масса наблюдателей, зрителей, и цена пойдет еще выше, поэтому пользуйтесь, я считаю, очень интересная инновационная идея, очень просто актуальна, вот, дно днища, покупай дно, продавай вверх, ну, элементарные вещи, но почему-то люди в панике начинают покупать где-то здесь, если вот, ну, вот, ребят, ну, посмотрите, тут уже все, нельзя пробивать головой дно, да, вот, десять раз, то есть есть пределы всего, есть механика рынка, изучайте, что это значит, там, сквизы рассказывают мне еще куда ниже, ну, пусть двадцать центов, ну, фиг с ним, понимаете, потенциал-то огромный, поэтому пользуйтесь, записываю для вас, даже с днём рождения, я трачу время на то, чтобы радовать вас какими-то интересными инвестиционными решениями, думаю, что через какое-то время, по крайней мере, ноты благодарности я от вас услышу. С вами был Роман Манемир, всем хорошего вечера и прекрасных, как раз, жирных профитов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!